Всем привет! Вот настал Тодей Х, когда я иду получать эту прививку. Первую. Буду делать я прививку ВайнТек. Ждала я где-то три недели. Значит, раньше выполнялась эта прививка только тем, кто состоял в группе риска и пожилым. И пару месяцев назад можно уже всем желающим ставить. Три недели я оставила заявку у своего врача, у своего терапевта, и пару дней назад мне позвонили и подтвердили, что, собственно, я могу уже ее получить. Ну вот я иду. Сказать, что я волнуюсь я не могу. Небольшое волнение есть, но, в принципе, я чувствую себя так бодренько, смело. Не знаю, как это будет выглядеть после. По поводу того, как относиться к этому всего, делать или не делать. Ну, я считаю, что глупо и абсолютно это ненужное занятие спорить, делать или не делать. Кто-то относится спокойно к этому, кто-то относительно категорично. Ну, я считаю, что это не нужно ни ссориться, никого ни уговаривать, ни отговаривать. Это дело абсолютно каждого человека. Каждый человек знает и решил для себя уже сам, будет он это делать или не будет. До самой процедуры выполнения прививки нужно заполнить несколько листов. Ну, там фамилия, имена, фамилия, имя, какие-то болезни, аллергии. Ну, обычные такие, да. Ранее выполнялись какие-то прививки, болели вы ковидом или не болели. В общем, с этими листами, с этим опросником нужно прийти к врачу или в центры, где выполняют эти прививки. По поводу того, что дураки или не дураки, кто делают эти прививки. Ну, это сложно, об этом сложно говорить, потому что, наверное, скорее всего, нас всех рассудит время. Как и во многих других вопросах. То есть, однозначно... Пару дней назад мы были в гостях у одной пары. Она медицинский работник. Работает в больнице в операционном отделении. Ну, и тема прививок и болезни сама собой заходит. И, в общем, она такие истории рассказала, которые, ну, действительно, не то чтобы они меня напугали или насторожили, но в очередной раз, в очередной раз я услышала печальную, печальную правду. Как молодые женщины, беременные. Или только что она родила и... В общем, очень грустно всё, очень печально. На самом деле всё это очень опасно. Ну, это моё личное мнение. И пренебрежно к этому относиться нельзя. В общем, я уже подхожу к своему врачу. Как всегда, опять-то что-то заблудилось. Хотела срезать быстрее. Ну, как всегда, получается. Пожелайте мне удачи. Я думаю, что всё будет хорошо. Настроенная я. Прям как борец. Вообще, всё покажу, расскажу. Ну, вот ещё немножечко нужно заполнить. Всё-то так выглядит. Кабинет врача. Ну, что я могу сказать? Солнышко. В общем, я только что вышла от врача. Состояние удовлетворительное. Не знаю, как будет дальше. Я думаю, что будет всё хорошо. Немножечко тянет руку. Ну, чё, да? Ну, это как бы... Я думаю, что нормально. Доктор объяснил мне, что, в общем, реакция как температура, покраснение. В общем, всё такое-то нормальное. Тяжёлый случай, если аллергическая какая-то реакция. И поэтому нужно было 15 минут посидеть у врача. Да, ну, там все сидят после прививки. Там все сидят. И, ну, я посидела, подождала. Ну, в общем, всё хорошо. Немножечко. Слегка чуть-чуть тянет руку. Ну, как бы... Я думаю, что всё нормально будет. Всем привет. Вчера я сделала прививку. Как и обещала, это мой такой мини-дневник. Самочувствие хорошее. Вечером начала болеть немножечко тянуть рука. Ночью, конечно, было тяжело спать. Она тянула. И было дискомфортно. Но обезболивающую таблетку я не принимала. Утром чувствовался такой дискомфорт. И рука внутри, мышца болела. А так, в принципе, ни температуры, ни сонного состояния я не чувствую. То есть я бодрячком. Чему я очень рада. Ну, посмотрим завтра. Но я думаю, что самая такая основная реакция идёт на первый день, на второй день. Завтра у меня будет второй день. Посмотрим, как это будет всё выглядеть. А так, в принципе, я довольна своим состоянием. Так что, до завтра. Второй день после прививки. Чувствую себя абсолютно хорошо. Рука не тянет, не болит. То есть даже никаких нет предвестников того, что я два дня назад делала прививку. Лучше даже чувствую себя, чем до прививки. Ну, я шучу, конечно. Это видео никак не связано с тем, что делать или не делать. Каждый решает сам. Это был мой опыт. Вторая прививка через 6 недель. Я думаю, что будет всё хорошо. Я вам желаю отличного настроения и позитива. И до скорого. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok